Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в программе Подоплека мы изучаем капитальный ремонт банков. К сожалению, получилось так, что этот капитальный ремонт обернулся большими проблемами для нормальных латвийских предприятий, для физических лиц, даже жителей, которым внезапно стали закрывать счета, обвинять их в том, что они занимаются какой-то нелегальной деятельностью. И это очень тревожит. Вот и бизнесы, и простых жителей, и мы даже не знаем, какой урон это может нанести экономике. Поэтому сегодня эту тему мы пригласили прокомментировать депутата Сейма, бывшего руководителя отдела расследования финансовой полиции Латвии, Любовь Швецова. Добрый день! Добрый день! Ну а в качестве человека, который познакомился с нашей финансовой системой, как говорится, как пользователь, при этом приехал в Латвию с самыми благими намерениями развивать здесь бизнес, инновационный бизнес, производить домики и трансформеры, которые, прямо их можно три штуки вывести на одном трейлере. Это Геннадий Бакунин, выпускник Московского инженерно-физического института, очень умный человек, и молодой предприниматель, который получил от нашего агентства инвестиций и развития стартап-визу, так называемую, именно для того, чтобы развивать здесь инновационное производство. Добрый день! Добрый день! Итак, ну, можно сказать, что в Латвии происходит что-то непонятное с банковской системой, и Вы, Любовь, обратили на это внимание еще летом прошлого года. С чего все началось, и что Вам удалось выяснить тогда? Ну, скажем, я обратила внимание о том, что происходит трансформация финансового сектора в Латвии, но не только в прошлом году, просто-напросто в прошлом году я поняла, что проблематика появляется именно со счетами у предприятий, у физических лиц, в отношении субъектов, которые занимаются либо коммерческой деятельностью, либо просто физические лица, и требования банков ужесточены. Однозначно, требования были ужесточены в связи с провозглашенным капитальным ремонтом финансового сектора Латвии. Данный ремонт, вызван в свою очередь, является последствием негативного заключения комиссии Моневал и ФАТФ о борьбе в Латвии и о эффективности борьбы в Латвии органов правоохранительных и правосудия с отмыванием денег. Вот, Любовь, для наших простых радиослушателей, которые сегодня нас наблюдают и слушают в эфире, объясните, пожалуйста, что такое Моневал и что такое ФАТФ, и почему их мнение так важно для Латвии, для нашего финансового рынка? Скажем так, страны договорились между собой, в том числе и Латвия является участником этой договоренности, о том, что финансовую систему использовать для вливания финансовых средств, которые добыты в результате преступлений. То есть, мы знаем, что самая наибольшая прибыль получается от очень негативных, нелегальных видов бизнеса. Торговая людьми, наркотики, контрабанда сигарет, контрабанда горючего, контрабанда спирта, контрабанда, скажем так, может быть, донорских органов человеческих, возможно, другие преступления, торговля оружием, торговля радиоактивным оружием. И страны договорились, что банковская система и банки могут быть не напрямую, а косвенно связаны с тем, что финансовые средства, которые получены от этих преступлений, пропускаются через банки, и таким образом, меняя происхождение, меняя название фирм или физических лиц, которым они якобы принадлежат, на самом деле потом инвестируются в экономику, и таким образом у преступников, преступных группировок однозначно появляются легальные уже средства для продолжения той же самой преступной деятельности. Это был сигнал, который государство и правительство договорились, что им это неприемлемо, что банки и финансовые корпорации будут тем, кто за определенный процент, прикрывать глаза на движение именно таких финансовых средств. Я бы сказала, что просто-напросто Латвия является в некоторой степени, в том числе заложником или отличником на данном этапе уже, при введении слишком строгого механизма по контролю над происхождением денег, над движением денежных средств, просто-напросто вводя максимально строгие правила по происхождению финансовых средств. Я не говорю о том, что этого не надо было делать или в этом нет необходимости, потому что нужно признать, что эксперты, которые проводят оценку, они достаточно компетентны, их знания в области подмывания денег по выдвижению потоков финансовых, высоки, и они соответствуют действительно рискам. Нужно признать, что в Латвии при наличии населения 1,9 миллион, а наличие банков 20, это все-таки определенная отрасль. Если мы признаем, что она сильный игрок, она обеспечивает хорошую оплачиваемую работу определенное количество людей, и это однозначно средние классы для экономики, это важно. Но, с другой стороны, это одновременные риски. Риски передвижения денег, которые получены от взяток, риски передвижения денег, которые меняют происхождение от контрабанды горючими сигаретами. Возможно, это риски передвижения денег от торговли оружием, незаконным или нелегальным. Чтобы эти риски не были допустимы, необходимо делать гигиену. И вот эта гигиена – это как раз мероприятие по контролю за происхождением денег. Но почему в результате гигиены закрывают счета предприятию, которое вложило 38 миллионов евро в терминал в Рижском порту, и его буквально кошмарят, этот бизнес, не давая ему открывать счета ни в каких других банках. Ясно, бизнес-система, бизнес-схема этого предприятия абсолютно ясна. Однако здесь банки действуют по принципу, обжегшись на молоке, дуют на воду. И кроме того, очевидно, что при этих действиях они еще и оповещают других участников рынка о том, что они предприняли какие-то санкции в отношении данного клиента, и просто мешают ему работать. Это ставит прям бизнес, реально действующий в Латвии, латвийское предприятие на грань закрытия. Это же ненормально. Вы очень правильно заметили, потому что ключевая фраза в этой всей ситуации – это один раз обжегшись, ты уже начинаешь дуть и на молоко. Или я бы сказала, что, к сожалению, очень часто бывает так, что когда лес рубят, говорят, щепки летят, это получается под лозунгом «Мы против нелегальных средств от контрабанды оружием», мы начинаем закрывать предприятия или счета физическим лицам, которые однозначно никакого отношения к контрабанде оружия не имеют и не могут иметь. И взяток никогда не давали. Безусловно, и не получали. Даже логично, что та женщина, которой просто-напросто закрыли счеты, она просто получала детское пособие на этот счет, но мне кажется, что это уже, как говорят, перекосы на местах. Когда, да, должна быть гигиена, но когда начинают и здоровые зубы рвать, это уже однозначно нехорошо и нездоровый эффект от последствий. У нас есть звонок, мы послушаем радиослушатели, надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я прослушал начало. Мне просто интересно, ваша собеседница, она работает в госсекторе? Нет, в данный момент она депутат Сейма, но она долгие годы руководила службой расследования финансовой полиции. То есть она хорошо знает, о чем она говорит в отношении к финансовым преступлениям. Ваш вопрос в чем? Ага, да. Мой вопрос в том, что, как вы считаете, вот эта схема, да, которую вы только что сейчас рассказали, насчет всяких нелегальных этих средств, да, поступления от контрабанды, от криминала, в Латвии, она, значит, к Латвии, она применима, так же, как, допустим, в таких странах, как Швеция, Швейцария, Австрия. В Латвии, в коррумпированной стране, самой коррумпированной стране Евросоюза, да, где очень плотно сплетены, начиная с 90-х годов, такие структуры, как, ну, скажем так, депутаты первого Сейма, там, буквально премьер-министра, где отмывались миллионы, да, и передавались через фирмы, и куда они уходили, никто не знает. И, допустим, я думаю, что эта схема работает только в цивилизованных странах. В Латвии она не работает, потому что очень честно переплетены интересы депутатов Сейма, через своих советников, которые... То есть вы хотите сказать, что эта система, она, как бы, управляется в ручном режиме, да, то есть кому надо... Да, она управляется, да, людьми конкретными. ...разрешают отмывать, а кому не надо, нет, разрешают. Да, да, совершенно верно. Спасибо большое. Ну, что, Любовь, как вы считаете? Ну, я скажу так, что слушатель очень тонко подметил, как бы, проблематику нашего государства. По всей видимости, он достаточно компетентен относительно, как бы, перепитий и сложности... Реализации законов? Не совсем легальных сделок. Ну, я должна сказать, что, по всей видимости, одним из таких, как бы, знаковых моментов, который в какой-то степени подтверждает мнение слушателя, является последнее публичное дело, которое прозвучало. Это где был задержан и затем отпущен бывший депутат Сейма, господин Инкинс. Это, если мы посмотрим публично доступную информацию, что это, по всей видимости, касается ситуации с контрабандой горючего, замешано предприятие, которое является... Крупнейшим должником по налогам? Да, да, да. И если мы посмотрим, что однозначно налоги, которые не уплатило это государство, это налог на акции, налог, по всей видимости, на добавочную стоимость, и тогда возникает вопрос, а видели ли банки эту схему? Ну, подождите. В первую очередь, Любовь, извините. Отвижение денег. Я вас перебью. Значит, если у государства должна какая-то фирма, я так понимаю, что в этом случае ей должны были арестовать счета в погашении этих налогов. Разве не так? Ну, по всей видимости, должны были арестовать счета. У меня нет детальной информации, кроме той, которая прозвучала публично. И если я вижу, что предприятие топ-должник по налогам, если я слышу, что возбужден уголовный процесс, если я вижу, что был в том числе допрошен высший политик, я допускаю, что при таком объеме 39 миллионов задолженности, но 39 миллионов – это только задолженность. Значит, какой же был оборот за тот промежуток времени? Это 2014-2017 год, если я не ошибаюсь, движение денег и налоговая задолженность. Значит, где-то 200 миллионов примерно, плюс-минус должен был быть минимум оборот данного предприятия. И констатировано нарушение только на такую сумму. Но я не верю, что банки не могли не видеть или не заметить. И тогда вопрос, насколько эффективно работают спецслужбы, насколько эффективно происходит сотрудничество между всеми игроками рынка, тем же, той же самой контрольной службой, между той же самой ФКТК, какой банки обслуживали данную компанию, где эта компания работала, кто заметил, кто не заметил, кто сделал свою работу. Потому что нужно понимать, что и Маневал и ФАТФ, эти организации международные, их эксперты тоже прекрасно понимают. Поменять только закон без достижения определенного конкретного результата, когда действительно серьезные процессы происходят, и движение денег преступно-добытых спокойно происходит на протяжении долгих лет, то это, наверное, не будет именно тот эффект, который они ожидают. Ну, может быть, наши банки просто отчитаются, что вот мы закрыли, мы смотрим журнал «Ди нас бизнес», недавний выпуск, и тут у нас написано, что банки подали заявление о возможных нарушениях вот за 9 месяцев прошлого года 21 627, из них за подозрительные сделки составляли 3 968 или плюс к тому. Финансирование терроризма, это подозрение было 10, и распространение, наверное, терроризма, это там типа одна сделка. Ну вот они отчитаются, вот смотрите, у нас 22 тысячи мы закрыли, прикрыли, заморозили, вот и результат. Я еще раз хочу акцентировать все-таки внимание, что и ФАТФ, и МОНИВАЛ, специалисты, и эксперты, они достаточно компетентны. И отчеты о том, сколько случаев констатировано, не являются аргументом для позитивной оценки. Я еще раз хочу сказать, что позитивной оценкой являются конкретные осужденные лица, которые констатированы, что они действительно совершили преступление, то, что они получили конкретное тюремное заключение с решением свободы, то, что конкретно 30-50 миллионов задержано, а затем конфисковано. И либо вернулось, допустим, как на Украину, где был очень известный такой резонансный случай в прошлом году, что именно украинская сторона прислала информацию о происхождении, незаконном происхождении денег, связанном с политической коррупцией, в том числе и на Украине, и Украина помогла латвийскому правосудию, прокуратуре и суду признать эти деньги преступно добытами. Их суд признал, и Украина, насколько я знаю, в том числе попросила Министерство юстиции данные средства вернуть в бюджет Украины. На данном этапе я не знаю, насколько актуально. Вопрос только в том, что почему вместо того, чтобы призывать действительно 30 миллионов, 50 миллионов к уголовной ответственности давать реальное лишение свободы, почему-то закрывают счет у мамочки, которая одна воспитывает ребенка. Или, допустим, у человека, у которого просто-напросто нормальный бизнес, не хватает какого документа, но банк из-за того, что боится наложения штрафа и санкций, просто-напросто отказывается от сотрудничества под подоплекой такого факта. Так, у нас есть звонок, еще раз послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вы знаете, очень странный подход, то, что обвинять банки, что они там не проследили, что там какое-то предприятие не уплачивает налоги и все такое. Простите, а служба госдоходов, в которой и вы работали, она должна смотреть и видеть. И правильно говорят, годами миллионы не уплачивает, и служба госдоходов молчит. А там стоит, знаете, один срок, вот опоздать, я сама работаю сейчас, уже сразу там такие угрозные, так сказать, сообщения и все такое. На то у нас служба госдоходов, в банках, простите, сегодня и так, они держат штат людей, которые для банка никакой, собственно, пользы не дают, не дают доходы. Вот, и за малейшее, как бы так сказать, что ты просмотрел, ФКТК миллионные штрафы накладывает. Так что, простите за налоги, есть отдельная служба, и не надо наваливать еще на банки одно, так сказать, вопрос. Спасибо. Спасибо вам, да. Возможно, что я немного сместила акцент, но я должна, извиниться перед слушательницей, и если меня неправильно поняли перед банками, и не моя цель обвинять банки. Я просто говорю о том, что насколько эффективное взаимодействие между всеми игроками финансового сектора, и в том числе правоохранительных органов, способны дать конкретный и измеряемый результат не только для самой системы, но и для страны в целом, настолько и более конкурентноспособными и чистыми будут условия для бизнеса. Почему? Потому что, да, банки, безусловно, увеличили требования держать штат, и это не приносит им прибыли, но я хочу сказать, и да, я согласна, что служба госдохода обязана в том числе тоже более эффективно работать, концентрируя свое внимание не на небольших правонарушениях, а именно на серьезных кейсах, на серьезных фактах нарушения по уклонению от уплаты налогов и по возможной контрабанды каких-то продуктов и вещей. Я думаю, что просто сама по себе использование системы и финансов при отмывании денег от контрабанды, от сигарет, горючего и от других продуктов, оно уродует свою саму по себе систему и не дает нормальному бизнесу быть тоже достаточно конкурентноспособным и развиваться. Просто-напросто те же самые инвесторы, ну, скажем так, я просто, было бы интересно услышать мнение человека, который пришел на завистский рун и как он оценивает банковскую систему и сотрудничество с той же самой службой госдоходов и с банками. Почему? Потому что, очень правильно замечено, один момент, когда оценивает ситуацию бывший чиновник и, допустим, тот же депутат, ты со стороны смотришь, и совсем другое дело, когда ты в реальности работаешь, в бизнесе, в реальной системе, в реальном времени онлайн. Мы поговорим об этой теме после перерыва, сейчас буквально 2-3 минуты, не переключайтесь и возвращайтесь к нам в эфир. Снова в студии журналист Людмила Прибыльская, программа «Подоплека» и наши гости, депутат Сейма Любовь Швецова и предприниматель Геннадий Бакунин, который приехал в Латвию по стартап-визе и развивает здесь производство домиков-трансформеров. Мы говорим о том, как происходит капитальный ремонт финансовой системы в Латвии, почему это происходит по схеме «лес рубит, щепки летят», почему это остается только щепком, а лес как стоял, так и стоит. Но мы в предыдущей части программы рассказали о том, что, к сожалению, наша система борьбы с отмыванием денег, она немножко грешит формализмом и таким общим подходом, в результате которого страдают обычные предприниматели и обычные жители, чего вообще-то быть не должно и не для этого предназначена борьба с отмыванием денег. Но сейчас хотелось бы послушать мнение человека со стороны Геннадия, который приехал в Латвию со своей бизнес-идеей и, ну как всякий предприниматель, он должен был открыть в банке счет, он должен был зарегистрировать предприятие, начать сдавать отчеты о службе госдоходов и так далее. Вот ваше мнение о том, как для вас это происходило, расскажите, поделитесь опытом. Достаточно интересно сложилось все. Мы открывали компанию год назад в марте, и первое, что произошло, вместо трех дней наша компания тут же попала на проверку в службе госдоходов и открывалась эта компания 13 дней, если я не ошибаюсь. После чего мы сразу же поняли, что просто, наверное, не будет. Да, но поскольку у нас никаких потайных мыслей не было, и Алия пригласила нас стать компанией здесь, мы понадеялись, что будет информационная поддержка, какие-то гарантийные письма, может быть, и жизнь станет дальше проще по мере того, как мы будем показывать, что мы хотим делать и как хотим. Мы сразу же подали заявку Светбанк, потому что нам понравился их дизайн, и через месяц получили отказ, потому что у нас гражданство российское у обоих учредителей, компания новая. То, что мы получили приглашение от Алия и то, что мы собираемся заниматься инновационной деятельностью, показали документы, какие-то патенты, это их не очень устроило. Мы решили, что сейчас мы дождемся самой визы, то есть карточки резидента временного, и подадим снова, может быть, в банк, который не берет 200 евро за рассмотрение заявки, и тогда жизнь станет снова проще. То есть Светбанк взял 200 евро? Рассмотрел и сказал, что мы не подходим, да. А тогда в июне мы пошли в Цитадель, и Цитадель рассматривала нас почти три месяца. Мы два месяца ходили в банк, предоставляли документы, вплоть до того, когда, какими условиями я продал недвижимость в России. Откуда деньги взялись? Денег я еще сюда даже не собирался переводить, но уже нужно было объяснить, откуда они появились. Сдавал, приносил НДФЛ, налоговую из России от работодателя и так далее. Спустя три месяца я получил устный отказ, опять-таки. То есть даже не смог получить письменного. И дальше нам предложили подать апелляцию, менеджер ушел в отпуск, и эта история никогда не продолжилась. Позднее нам высокопоставленный сотрудник Цитадели сказал, что мы бы не прошли по скорингу, что бы мы не принесли, неважно. То есть просто отдел, который занимается отбором, он настолько зарегулирован, и у него так много каких-то галочек, что просто у нас нет шансов. Красных линий, вот он вас любит называть красные линии. И еще у нас был эксперимент с Риэтуму, банком. Нам предложили обратиться туда, потому что он славится тем, что он открывает счета нерезидентам. Но мы посмотрели условия обслуживания, которые они предлагают. Это приблизительно 3-4 тысячи евро в год за то, чтобы иметь банковский счет здесь, с жестким требованием платить зарплаты через этот счет, платить налоги именно через этот счет. И на этом мой опыт с местными банками заканчивается на данный момент. Мы смогли летом за 2 или 3 дня открыть счет в эстонском стартапе TransferWise. Это платежная система, которая предоставила нам счет в немецком банке Handelsbank AG. И на реквизиты этого банка мы можем получать деньги от наших клиентов. Мы также можем пополнять свой счет, если это нужно. И, в общем-то, все работает за исключением того, что он в другом городе. Ну и личные счета мы открыли в системе революции. Это тоже так называемый необанк. На данный момент нам этих двух систем хватает для того, чтобы жить, платить штрафы. Вот мы сейчас сдали всю отчетность по 19-му. Шрафы есть. За парковку бывают. Как же тут? Вот они какие. Да. А что касается службы госдоходов, да, мы несколько раз пересекались, у нас просили. Во-первых, мы открывали ПВН-номер. Мне несколько человек сказали, что получить ПВН-номер будет очень сложно. И мы решились только на 8 или 9 месяц заняться этим, чтобы у нас было много договоров с контрагентами, чтобы у нас были уже какие-то расходы. Доказательные доказательства, да. А поскольку компания зарегистрирована в Елгове, то и собеседование по номеру ПВН у нас проходило там же. И тут все было очень хорошо, вежливо. И за несколько дней мы получили ответ. Да, вот ваш номер. Ну и вот сейчас мы только что... А, кстати, по-русски вы с ними разговаривали, по-английски? Я традиционно начинаю с международного языка с английского, поскольку латышского я пока не знаю. И дальше мы или разговариваем на английском, или мы переходим на русский язык, если сотрудникам проще так. То есть служба госдоходов оказалась намного лояльнее, нежели банки? Если считать галочки, которые мы смогли поставить, то безусловно. Ну а почему все-таки при таком отношении банков вы не плюнули на все и остались в Латвии? Что вас в Латвии по-хорошему привлекло? Вы знаете, на этой неделе был рижский венчурный саммит, организованный ЛИА и ассоциацией стартапов. И там в один из моментов на сцене сидели представители Латвии, Литвы и Эстонии стартап-ассоциаций. И у них у всех вызывает нервный смешок ситуация с тем, как открыть молодому стартапу, особенно иностранному, счет в местном банке. То есть литовцы и эстонцы над нами смеются? Они смеются не только над Латвией, но у них внутри тоже те же самые проблемы. В Эстонии нельзя просто прийти, открыть счет для компаний, если ты не местный житель, у тебя нет кредитной истории. Поэтому здесь, наверное, есть какие-то различия, но они не сильно ощутимые. Мы выбрали Латвию, потому что в ней очень развита индустрия, в которой мы работаем. Дерево-обработка и просто нам нравится Рига. То есть бизнес, когда определяет, где дислокацию основную делать, рассматривает не только один аспект, именно только счет. Значит, рассматривает и какие-то другие дополнительные ситуации. То же самое коммуникабельность и открытость ли ее, наверное. То есть нормальные отношения и разъяснения по ситуации. Наверное, следующий момент был та же самая. Мне как-то для стартапов очень важно тоже, я назову это, может быть так, ну типа тусовка, когда активность происходит. Я, насколько понимаю, что вот эта ситуация, когда очень много стартапов используют другие стартаповские площадки для финансирования и для перечисления денег, это тоже такой момент, который дает импульс для развития бизнеса. Для развития каких-то идей и контактов, наверное. Любовь, ну вот с точки зрения, да. Но я согласна, безусловно, что ситуация с банками, с этими лес рубят, щепки летят, она уже неадекватная. И как дальше будут развиваться события по, ну банки, по всей видимости, будут просто-напросто терять свои позиции по сравнению с теми же самым Револт и другими платежными платформами. И активные и очень оперативные бизнесы будут переходить в том числе в те же соседние страны, используя площадки платежные, или соседние государства. Тоже Эстонию, Литву, Финляндию, какие-то Австрию. В последний случай, который тоже был, мне кажется, озвучен публично, когда австрийский банк предлагает обслуживание предприятию, которое является резидентом Латвии, счет в Австрии, а клиента обслуживает представитель банка тоже здесь, в Латвии. Ну, получается, что руками там Манивел и ФАТФ у Латвии отнимают очередной кусок ВВП? Я просто думаю, что за вывеской борьбы с отмыванием денег происходит на самом деле просто-напросто передел финансового сектора, банковского сектора. А бизнес, как таковой, малый, средний, он очень оперативен, мобильный, он выбирает тех операторов на обслуживание движения денег, которые доступны. Это платежные платформы. Вот и все. Пока банковский сектор, американские инвесторы, скажем, местный капитал, не определятся, кто основные игроки, не определятся по кредитным портфелям, до тех пор, к сожалению, скажем так, малый и средний бизнес будет искать... Заложником? Или заложником, или будут искать альтернативные варианты. Если он найдет альтернативные варианты, и тфу-тфу-тфу, они будут достаточно надежны, эффективны и выгодны экономически, то постепенно, скажем так, просто-напросто, эта платформа будет расти. Но я подозреваю, что через какое-то время, возможно, тот же самый и Фатфа, и Маневел обратить внимание уже на эти платформы и на требования по контролю за движением денег и отчетностью. Тогда автоматически эти услуги тоже могут подорожать по сравнению с банковскими. Но нужно рассматривать все в контексте того, что мы живем в очень быстром и перевенчивом мире. И мы, наверное, слышали о том, что и Фейсбук хочет предложить свою валюту Либру, против чего выступают очень большие финансовые корпорации, банковские корпорации. Удастся Фейсбуку создать свою валюту Либра или не удастся? Интересный вопрос. Почему нет? Возможно, что удастся. Современные технологии и коммуникация, она настолько мобильна и оптимальна, что я думаю, что бизнес действительно и молодой бизнес, стартап, они будут выбирать свою дислокацию с учетом дополнительных и других, в том числе основных моментов. Это доступность рабочей силы, доступность специалистов хороших, доступность материалов, инфраструктура, передвижения, в том числе языки, в том числе коммуникабельность и знание языков службы госдоходов, например. Доступность коммерческого регистра, оперативность коммерческого регистра. То есть составляющих для того, чтобы бизнес развивался, она не только одна, это не только банк. Составляющих должно быть минимум 10, их всегда гораздо больше. Хорошо, но вот банки были таким серьезным сектором латвийской экономики. Мы же не будем это оспаривать, поскольку, в принципе, экономика западных стран, она большей частью основана на сервисе. Значит, вот по вашему письму, которое вы направили в службу госдоходов в прошлом году летом, вы получили ответ, что латвийские предприятия имеют счета, вот в каких странах они имеют, куда они ушли, и как вот можно примерно посчитать ущерб для латвийской экономики от того, что этот отток клиентов из банков латвийских произошел. Кто-то это считает, кто-то это оценивает, кого-то это беспокоит. Это, безусловно, должно было бы беспокоить соответствующее министерство чиновников, ну и, по всей видимости, должно было бы политика в том числе беспокоить. Меня это беспокоило, поэтому я написала письмо в службу госдоходов уже в прошлом году, попросила их отчетность, насколько это явление является массовым, видят ли они какие-то риски и знают ли они, какие именно инструменты могут уменьшить риски из-за того, что резиденты-налогоплательщики открывают счета в других государствах, в других платежных корпорациях. Я получила ответ на тот момент, что на прошлый год это было 1360 физических лиц, которые открыли счета не в латвийских платежных компаниях, банках, и юридические лица это было 3619. 1360 физических лиц было всего лишь? 1360 это физические лица, которые открыли счета, и 3619 это юридические лица, которые открыли счета за рубежом. Наиболее популярна Пейсера, затем идет Револт, затем идет Литовский Светбанк, затем идет Литовский Себанк, затем идет Эстонский Светбанк. 151 налогоплательщик открыл счета Prepared Financial Service Ireland в Ирии, в Ирландии, и в Финляндии, Нордея Банк Финляндии, открыто 105 налогоплательщиков счетов. То есть получается, да, физические и юридические лица понимают, что проблематично, они не хотят терять время на дополнительные административные пояснения, они видят, что это их осложняет и выбирают тот путь, который наиболее им выгоден, удобен и платежеспособен для конкурентоспособности. То есть ущерб экономики наше министерство не оценивает. Я хочу вот дополнить вашу информацию, вы говорите, 1360 физических лиц и 3619 предприятий были за рубежом на лето прошлого года. Вот журнал, опять-таки, Денос Бизнес, интервью с владельцами Пейсера, они говорят, что у них из Латвии имеется 28 тысяч физических лиц и 6506 предприятий. То есть за полгода только в Пейсера количество счетов, открытых латвийскими предприятиями увеличилось вдвое по сравнению с тем, что служба госдоходов фиксировала на лето прошлого года. То есть это обвал, это катастрофа? Ну, о том, что это катастрофа или не катастрофа, пусть отвечает и думает служба госдоходов и ФКТК, это их зона ответственности. Если они не могут найти компромисс между санкциями, ответственностью, мероприятиями и созданием нормальных условий для бизнеса, и бизнес выбирает Пейсеру, уходя в соседнее государство, я не думаю, что здесь имеет место быть, безусловно, для Пейсера это дополнительная прибыль, для латвийских банков это минус. Но если банки приняли именно такую строгую политику по контролю над предприятиями, то это их ответственность, это их недополученная прибыль. Для налогообложения, если это резидент Латвии, и он является, то я не думаю, во всяком случае, со стороны службы госдоходов, я не получила информации, что есть возможные факты и конкретные суммы неуплаченных налогов из-за того, что открыты счета, допустим, в Пейсере. Я допускаю, что со временем это может появиться, но в каких-то определенных ситуациях. Я эту проблему обозначила и попросила обратить на это внимание. Однозначно, как депутат Сима, буду контролировать развитие ситуации и действия. Вот об этом, да, и хотелось бы попросить. Но самое правильное в этой ситуации, я считаю, что периодически просто-напросто менеджировать ситуацию и смотреть о том. И я лично, как эксперт, вижу только в одном моменте проблематику. Это налоговая задолженность, которая может быть неуплаченной, которая сознательно создается предприятием, если у него счет открыт только за рубежом, а в Латвии его нет, то нет возможности и инкасса поставить и взыскать его. Или это проблематично. Потому что в другом государстве это не будет легко, просто-напросто, как в Латвии, списать деньги со счета, если этот счет, как бы, если списание не зафиксировано на правовом уровне. То есть в судебном порядке надо только это делать? Я бы не сказала, что в судебном, это может быть в том числе по административному сотрудничеству, потому что у службы госдоходов есть контракты по сотрудничеству напрямую между госслужбами Латвии, Литвы и Эстонии. Поэтому это не будет таким уж сложным. Но, безусловно, это дополнительный административный ресурс, и это однозначно дополнительное административное время. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Перейдите меня еще раз. Вот, Любову Чвецову, вот задайте, пожалуйста, эти вопросы господину Каренчу. Это по его, как сказать, указкам, ФКТК, там и не банки виноваты. Банки действительно уже сами себя боятся, потому что действительно штрафы миллионные, за каждый там проступок-непроступок не поясняют. И раз Каренч вытащил Латвию, как президент сказал, из бездна, ну так вот пусть пояснит, какой результат его капитальному ремонту. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Наверное, я не задам личный вопрос господину Каренчу, из какой бездны он вытащил Латвию. Я бы сказала, что благодаря ему банковский сектор ввергнут в бездну от слишком сильного усердства и старания, когда у Грибоедова было такое стихотворение хорошее, произведение «Горе от ума». Это вот когда служить был рад, прислуживаться точно. В этой ситуации я бы сказала, что вот когда слишком рьяно прислуживаются, и в ущерб национальному бизнесу, национальным налогоплательщикам, субъектам слишком рьяно и усердно вводятся меры в отношении всех сегментов, не рассматривая риски, не просчитывая возможные глобальные потери, то, к сожалению, бездна не отодвигается, а может быть даже приближается. И эта бездна не обязательно может быть как потеря прибыли банковского сектора. Ну, скажем так, банки знали, какой хлеб они едят, и знали, на какие риски они идут. То, что у них сейчас уменьшаются аппетиты риска и очень сложная ситуация, это тоже их бизнес-бизнес-риск. Другой вопрос, что потерять работу, хорошо оплачиваем тысячи человек за этот промежуток времени от капитального ремонта, это потеря. То, что в Латвии идет депопуляция, и минус 10 тысяч человек каждый год, мы в минусе, то в том числе, может быть, это не ведро, которое вылил господин Каринч в результате капитального ремонта, но это может быть каплей, которая еще больше углубит или приблизит нас к бездне. То, что у нас меньше детей рождается, и если в Эстонии получается депопуляция всего в год минус 1 тысяча, а у нас минус 10, это как раз показывает последствия бездны или глубины бездны, из которой нас либо вытянули, либо кто-то хочет сказать, что он якобы вытянул. Ну, я думаю, что просто-напросто и простые люди, и бизнес, они прекрасно понимают, что одно дело, когда за громкими лозунгами, что на самом деле скрывается, нужно понимать, что и Фатфи, и Моневел, они эксперты, они знают, что они и как оценивают, банки тоже знают, что они и как они работают, и служба госдоходов тоже несет свою ложку дегтя во всей этой ситуации, насколько эффективно или неэффективно происходит борьба с контрабандой сигарет, горючего и другими сегментами уклонения от уплаты налогов. Поэтому только позитивный момент, что все-таки как бы ни было горько и неприятно, есть все-таки улучшения процедур, какие-то упрощения, то, что бизнес становится более мобильным и связанным, и связывается с теми же самыми соседями, с Эстонией, с Литвой. Я думаю, что правильно, когда компания выбирает, где ей выгодно и удобно открыть производство, где открыть счет, где быть резидентом. Я знаю, что в Германии происходит очень активная кампания о том, что Эстония является дигитальной экономикой, и Германия восхищается Эстонией в отрасли дигитализации, подписи, электронных коммуникаций. Но, безусловно, как бы и жаль, конечно, что мы действительно щепки летят. Иногда больно задевает. Ну, особенно больно задевает это тогда, когда людям, простым физическим лицам закрывают счета, а фактически это означает, что они пособия не могут получать от государства, если у них нет счета в Латвии, ни пенсию, ничего. То есть человека можно прихлопнуть, как муху. Ну, мы знаем, скажем так, что все-таки с учетом защиты прав индивида и человека и конституции гарантированного обязанности обеспечить человеку право на получение определенной суммы для проживания, и государство обеспечивает обязательный платежный счет, как мы знаем, как у Лэмберга, например, да, где его включили в санкции, теперь у него как бы все заморожено, банки его не обслуживают, но один счет для оплаты коммунальных услуг, для оплаты каждодневных таких необходимых для проживания расходов, они гарантируются индивиду. То есть такой счет остается, он будет обязателен. Конечно, неприятно до того, как ты дойдешь до этого счета, что тебе просто-напросто, ты потратишь время, усилия, ты не поймешь за что и почему, и твое нарушение – это не 39 миллионов отмытых, правильно? И твое нарушение, возможно, совсем не 50 миллионов, которые от контрабанды сахара отмыты, скажем, через банковскую систему, ну, просто-напросто появляется горечь и недоверие к государству как таковому, потому что в любом случае человек будет ассоциировать все проблемы свои личные с тем, что государство не думает о нем, а просто-напросто взыскивает налоги, требует отчетности, требует постоянных, чтобы ты заплатил налоги, чтобы ты сдала отчет, и тебя же еще и наказывают, если ты, не дай бог, там что-то сделал не так, или машину поставил не там. А со своей стороны просто-напросто никаких гарантий о том, что ты своевременно получишь медицинскую помощь, у тебя нет. Потому что ты своевременный, у тебя будет маленький ребенок, и ты сможешь его спокойно устроить в садик, у тебя тоже нет. То, что ты на пенсию сможешь не просто выжить, но и позволить себе какой-то, допустим, как пенсионеры Германии, Великобритании или Франции один раз в год хорошее путешествие, или даже не один раз в год, то однозначно, наверное, наши пенсионеры понимают, что на госпенсию это невозможно и нереально. То, что латвийское население стареет, и как бы наше общество стареет, это тоже факт, и это проблема. То есть у нас очень много проблем, которые в том числе, слишком ряное исполнение требований финансового, чистки финансового сектора только усугубляет, а не пытается каким-то образом разрешить корректно и действительно целенаправленно. Спасибо. У нас комментировала капитальный ремонт финансовой системы депутации, мы бывший начальник отдела расследования и финансовой полиции Любовь Швецова. У нас был в гостях молодой предприниматель, который развивает в Латвии бизнес по производству домиков «Трансформер» Геннадий Баконин, выпускник МИФИ. А программу вела Людмила Прибыльская, звукорежиссер Евгений Копеин. До встречи на следующей неделе. До встречи. Спасибо за внимание.